Бурякия, туризм, как бы два слова, которые уже давно стали синонимы. Туризм мы активно развиваем у нас в республике на уровне правительственного призма с приоритетным направлением. Это неспроста, у нас есть все для этого составляющие. Ну, природные составляющие, вы сами знаете, помимо озера Байкал, это и ландшафтное разнообразие. Помимо природных составляющих, это наше этнокультурное разнообразие, так скажем. То есть турист, приезжая в республику, может ознакомиться с культурой как, скажем, коренных народов, так и со всей русской культуры во всем ее прекрасном спектре, начиная от казачества, семейства и так далее. Сейчас у нас в республику намечен активный рост именно туристов из стран АТР. То есть у нас в связи с курсовой разницей потоком хунули и монголы, и китайцы сейчас едут активно. Япония прямой будет, у нас чартер уже под семейство. И плюс Корея у нас. То бишь уровень жизни в странах АТР растет, люди становятся богаче, начинают больше путешествовать. И приезжая в Россию, они хотят видеть Россию. Сейчас больше, если раньше ехали у нас с Европы, хотели больше видеть такого азиатского нашего, да, ненталитета. Сейчас приезжая из Азии, люди хотят видеть больше вот такого. Условия у нас создаются в республике планомерно, уже начиная с седьмого года у нас активную ростуизму. Мы развиваем инфраструктуру. Это как бы был краеугольный камень всего инженерного развития республики. То есть реконструирован аэропорт, транспорт развивается, дороги стали лучше. Ну, это то, что я говорю про разнообразие, можно дальше листать по маленькому. Ну, озеро Байкал, это понятно, суда люди стремятся со всего мира. Половина опрошенных туристов у нас высказывают пожелание побывать на Байкале. Так, дальше можно. На рынке туруслуг у нас сформирована уже такая сеть. У нас очень много турагентств, туроператоров 23 и целых, которые работают как на местах и на близких. В общем, фирм, компания, занимающаяся туризмом, более 100 в республике. Помимо этого, есть ассоциации. Активно развивается у нас сельский туризм, это гостевые дома. Так, можно дальше. Так, поговорить можно там за... Уважаемые. Следующий слайд. Слышно вас очень сильно. Вот показатели вы видите, что, допустим, взять 10-й год, это даже 500 тысяч не было. В 16-й год это конец года, да, мы уже наблюдаем через 2 недели Новый год. Мы уже перевалили за миллион. То есть, вот эту планку установленную, миллион туристов мы покажем в этом году. Следующий у нас, как бы, приз, там, плавочка, это 2 недели Нового туриста. Сами понимаете, это очень большая цифра. Виды туризма, которые у нас в республике развиваются, ну, это все. Вот от рыбалки, охоты, заканчивая агротуризмом, где люди просто живут в домах, занимаются традиционными видами. Так, дальше можно. Лечебно-оздоровительные, это наши знаменитые источники, лечебные грязи и так далее. Ну, все про них наслышаны. Единственный тот минус, который хочется отметить, это моральный взнос основных фондов. То есть, наши курорты стараются, не знаю, наоборот, не стараются развивать эту материальную базу. И мы немножко просили в этом моменте. Религиозный паломнический туризм тоже все больше привлекает. Почему ему отдельный инспектор выделяем? Это связано с тем, что мы стараемся всеми силами сделать туризм ежегодным, круглогодичным. То есть, у нас, сами понимаете, летом тепло, хорошо и уютно. Туристы едут активно, а зима и межсезонье у нас немножко проседают. Даже не немножко, а значительно. Чтобы вот этот момент преодолеть, мы стараемся стимулировать предпринимателей, чтобы они создавали объект инфраструктуры и круглогодичного действия. И именно виды туризма развивать круглогодичные. Одним из которых вот такой... Так, следующий слайд. Ну, это на туризм. Тут все понятно. Как раз-таки можно акцентировать ваше внимание, что здесь вы можете свою достойную большую нишу занять. Вот у нас хорошо семейские себя показали. То есть, начали продвигать вот бренд с 2007 года, чем могли, помогали. И теперь уже у них налажен турпоток как бы постоянно. То есть, у них нет такого, что надо кого-то звать. Они даже уже, допустим, Тарбогатая, Любовь Федоровна занимается пластилиной этой темой. Даже уже активно рекламной кампанией. Потому что уже все знают, уже ее... Экологический туризм. Это тоже и Байкал, путешествие, прогулки на конях, которые, кстати, у нас достаточно проблематично организованы в республике. Хотя, казалось бы, поголовье коней-то у нас есть. И оно значительно. И вроде как это традиционно ные наши виды. Но, тем не менее, если вы начнете сейчас искать тур, организовывать именно конные, это будет большая проблема найти, кто бы вам сделает. Потому что конь должен быть объезженный, должна быть очень большая проблема. Сами пытались, вот даже на работе хотели организовать конный тур, попробовать, что такое. Одного нашли предпринимателя. Он день берет 7000 рублей, чтобы 30 километров на коне прокатить. Представляете, какие можно хорошие деньги на это заработать? Так, следующий. Ну, гостевые дома. Здесь целый класс работы такой предстоит. То есть мы-то хотим, чтобы они были видны в таком красивом виде. Но сейчас много индивидуальных принимателей, которые строят дом под ИЖС, ну, как бы для себя. По сути, принимают туристов. Вот Росреестр в этом году делал рейды и выявлял такие. Туристические маршруты. Это еще одно направление нашей работы. То есть одно дело, как бы создать условия, другое дело, это завернуть в оболочку, в какой-то фантин. Вот туристский маршрут, он должен, как бы, это пакет, который вы продаете туристу. Мы вот потенциально разработали 122 турмаршрута. Сейчас у нас самый разрекламированный маршрут – это легенда Буряки. Ниже будет слайд про него. Можно ниже еще спуститься на слайд. Так, это то, что мы достигли в 2016 году. Так, дальше слайд. Это инвестиционные проекты. Сейчас я остановлюсь на них поподробнее. То есть, чтобы аккумулировать все вот эти усилия Республики на создание инфраструктуры, вы понимаете, что это нужно как-то под эгидой федеральных средств. Потому что у нас в Республике не такая она богатая, мы дотационные. Нефти у нас нет, производство, вы сами понимаете, тоже растет. Но, тем не менее, дефицит бюджета, он как бы имеет место быть. Поэтому мы участвуем активно во всех крупных федеральных программах. Вот одна из которых ПЦП развития туризма. И реализуем на территории Республики уже 6 кластеров. Было 4, стало 6. Что это за проекты? То есть, берется участок территории, формируется земельный участок. За счет государства строится инженерная инфраструктура. То есть, это свет, вода, тепло и канализация очистные. И когда инвестор приходит, он уже видит готовый проект планировки. Свой конкретный участок и точки подключения. Это очень нужные шаги и вещи, потому как у нас большая проблема с этой инфраструктурой. И мы за счет большей части федеральных средств, ну и части республики, республиканского бюджета строим. Такие крупные проекты реализуем. Вот Кабанский район под Лиморием, Халук, Сухая. Там, если сравнивать 5 лет назад, что было и сейчас, это две большие разницы. То есть, современные уже объекты появляются. В Туркинской долине также тяхта прямо на границе с тяхтой. Вот такая тяхта создается. То есть, выезжая с мапа, с левой стороны, вот эта площадка, которую вы можете видеть, это вот под автокластер. Инвесторы уже имеются, они как бы, с ними заключены в соглашении. Будет развитие. То есть, это вот те точки роста, вокруг которых и будет туризм у республики развиваться. Это вы видите, такой каркас. То есть, все интересные, близкие места у нас задействованы. Вот Байкайская гава, прям следующий слайд я отдельно выделю. Там 5 участков, на самом деле. Я вам сделал фотографии только одного участка Турка, потому что у нас он готовый. То есть, по сути, сейчас прям, да даже не сейчас, два года назад мог бы инвестор зайти, начать строить свои объекты, подключаться ко всему. Тепло, есть электричество, есть вода, есть очистность, вооружение, есть подключение. Это в рамках проекта, там в точке подключения к участку подводится. То есть, по тарифу устанавливаемый республиканской службой по тарифу. Это уникальная, на самом деле, площадка, которая, я не знаю, почему, активно не развивается. Я знаю, почему, потому что у нас инвесторы не проявляют той активности, которую мы от них ждем. По сути, на берегу Байкала сейчас можно строить только границах населенных пунктов, которые, вы сами понимаете, уже исчерпали свои ресурсы. Там уже жителям не где строить детей, дома не могут построить, и приходится уезжать там части. Мы предоставили у федералов, большим трудом выбили вот эти земельные участки, сделали вот особую зону, и зазываем как можем инвесторов, чтобы шло развитие туризма. Кто-то, естественно, жалуется, что зачем это делается, экология Байкала и так далее. Наоборот, летом приезжаете на Байкал, вы эти толпы туристов видите. Это все неорганизованный дикий туризм, это вытаптывание, это вырубка дров, это, естественно, отходы и мусор, и все такое. Мы пытаемся это упорядочить, чтобы все эти люди приехали в нормальном условии, и все эти сточные воды попали в вычистные сооружения, которые построены, а не современные, и на выходе там питьевая вода. Вот для чего эти проекты крупные реализовываются. Вот то, на чем я хотел сакцентировать ваше внимание. Культурный познаватель маршрут «Легенды Бурятия». Он у нас прошел в этом году сертификации, приезжали туроператоры, самые крупные из Москвы, посмотрели маршрут, и теперь он у нас вошел в реестр вот этих федеральных туроператоров. То есть человек в Москве приходит, говорит, куда мне поехать на Байкал, и ему говорят, вот, пожалуйста, турмаршрут «Легенды Бурятия». Вы очень органично с культурой казачьей можете вписаться в этот проект. То есть это, я не знаю, готовый, сформированный проект, куда можно просто прийти, как бы, с тем, что вы можете показать, сказать, так далее. Следующий слайд. Он у нас, вот, «Легенды Бурятия» проходит по всей центральной части республики и задевает у нас все, как бы, аспекты нашего туризма, начиная от Байкала и заканчивая эту составляющую. Вот я же приглашался, то есть Красного Яра, Кабанский район, с главой разговаривал, говорю, приедь посмотреть, значит, у них там есть точка. Ну, казачьи, что там надо наполнение содержанием. И все, вот, по линии. И завернул казакам, чай попил, песни послушал, душу отъел. И это самое главное требует минимальных вложений. То есть вам не надо создавать, там, строить какую-то гостиницу за 100 миллионов. Там уже инфраструктура есть, вам просто пакет свой сформировать какой-то. Как вы считаете, нужно какой? Начните с малого, там, потом больше будет, там, и в баконей дойти. Вот по линии Тарабагакая, значит, есть участки в районе Иволгинска, казаки у нас там разрозненные. За Играевском направлении. Да, в Иволгинском, вот, главой сельского поселения Ромбойска мы разговаривали. Там они тоже планы прямо сделать с село казачьим, ну, стилизованное для того, чтобы туристов принимать. Потому как у нас даже абстрагироваться от всяких иностранных туристов, дети элементарно, школьники, им съездить, и два места, по сути, сейчас можно вот так вот организовывать. Это от Сагат, гурятская, да, культура, и семейская культура Тарабагатая, где готово. Вот, они, то есть, приезжают, у них готовый сформированный продукт, который они получают. Если они к вам приедут, это будет большой плюс погружению в историю. Как живые уроки, то, что мы сейчас именно образованием прорабатываем, живые уроки. То есть, дети, учащиеся, выезжают куда-то на площадку и смотрят все своими глазами. Это не историю по учебнику учить, а уже конкретно, вот, погружение. Так, следующий слайд. Ну, международный туризм у нас, я его как бы останавливался. Помимо, вот, легенды Бурятии, мы международной, часть международных маршрутов являемся, это Великий Чайный путь. Там у нас кяхта активно задействовала в Уан-Удэ. Мы принимаем туристов из Китая напрямую по железной дороге поезда, 8 поездов в этом году прибыло. Вот, тоже ниша, пожалуйста, китайцы приезжают, смотрят республику и едут дальше в Икутск. То есть мы в республике, еще на самом деле, вот этот пик мы не совсем ощутили. Вот Иркутс, говорит, уже задыхается от китайских туристов. У них все гостиницы, какие есть, заполнены. То есть там любая, скажем, задрыпанная гостиница уже на год вперед под китайцев расписана. Это связано с тем, что Китай разбогатеет, там миллиард человек. Иркутс прилетает к самолетам. А, вы имеете в виду, да, это проблема авиаперелетов, согласен, у нас есть. Более того, ее пытаемся решать, и мы выиграли субсидированный авиаперелет у Уан-Удэ в Санкт-Петербург. То есть он субсидируется с федеральным бюджетом. Пока компании авиа не хотят летать почему-то, даже при том, что мы им доплачиваем бюджеты. То есть нужен постоянный турпоток. Когда будет постоянный турпоток, тогда авиакомпании скажут, да, мне выгодно возить людей. Пока что они больше на Иркутск позиционированы, потому что там турпоток больше. У нас тоже проблема-то решается. Частота рейсов увеличивается и из Кореи, и с Японии есть. Дальше. Следующий слайд можно. Вот детский туризм. За него как бы взялись прямо отдельным направлением, потому что то, что проводилось в советские годы, там перестройку было, естественно, пущено на самотек, вот пытаемся как бы повернуть дверью спять и больше уделять детям времени, да, больше их угрожать, знакомиться с республикой, потому что многие не знают, где такие районы, чем они знамениты. Так, дальше. Вот живые уроки, это вообще для нас подходящее, так сказать, дело. Да, сказать, что какую роль сыграли в становлении республики и так далее, то есть есть что сказать, рассказать и показать. Вот еще один проект, ассоциация самых красивых деревень России. В этом году выиграл Десятникова, стало самой одной из самых красивых деревень России. Приезжала ассоциация, оценили, показали, и теперь это дополнительный, как бы пиар для этого района, целого торгового тайского. Так, дальше. Ну, лучше по профессии кадры готовим. У нас вот первое место, лучший гид заняло тоже в этом году. То есть я вам такие крупные вехи показываю, где мы действительно впереди планеты всей. Так скажем, у нас есть опыт в республике в части развития туризма, с кем поделиться. У нас и особая зона, как я говорил, и эти кластеры больше всех, у всех по одному. Ну, там не 10 субъектов по одному, а республика с шестью, допустим. То есть со стороны государства, в том числе федерального центра, внимание развития туризма, оно повышено. Потому что у нас другого что-то развивать достаточно сложно. У нас экологические условия, это ограничивающий фактор. А туризм как-то органично вписывается в устойчивое развитие. Так, дальше. Помимо этого, мы в этом году еще конкурс проводили, выделяли деньги на благоустройство места туристского показа. То есть это какие-то значимые места в районе. Сам район подает заявку, мы софинансируем. Шесть миллионов в этом году раздали муниципальным образованием, они где-то какие-то места красивые благоустроили. То есть вы тоже сможете с инициативой выйти на муниципальный уровень, допустим, сказать нам в это место памятное, давайте сделаем благоустройство, будем что-то там проводить. Естественно, они подают заявку, мы одобряем. Вот денежки, которые мы могли получить. Следующий слайд, наверное. По нормативке у нас тоже все как бы хорошо. Есть закон республиканский, есть постановление, есть ведомственные планы. То есть с точки зрения нормотворчества все отрегулировано. Если касаться какой-то помощи материальной, именно денежной, здесь можно двумя путями пойти. Есть у нас Минэкономики, если про туризм конкретно отвечает за это направление. У нас есть 453-е постановление правительства республики. Там есть меры поддержки, там развитие номерного фонда. Сейчас мы просим еще на безбарьерную среду. Ну и ряд таких мер, которые туристы стимулируют. Есть Минпром, Министерство промышленности. Они помогают малому предпринимательству. То есть там этот спектр помощи, который может быть оказыван, он более широкий и значительный. Начиная от придорожного сервиса, заканчивая субсидированием на подключение, субсидированием процентной ставки, льготный кредит можно на год взять, мини-кредит, фонд поддержки предпринимательства. Есть у нас фонд регионального развития, специальные организации, которые сопровождают инвестиционные проекты. То есть в принципе механизмы все для поддержки тех, кто хочет заниматься туризмом, они есть. Минпром в общем всем предпринимателям помогает, в том числе и туризм, тот, кто хочет заниматься туризмом. И отдельно еще Минэкономики. Так, дальше слайд. Ну в принципе, если говорить так, в общем и обо всем, то завершить можно тем, что кто-то хочет, тот делает. У нас кто хочет заниматься туризмом, приходит, получает какую-то поддержку. У нас есть зона экономического благоприятствования, тоже республиканские, типа ОС. Мы создаем такую же площадку, делаем там налоговый режим, специальный налоговый режим, чтобы стимулировать развитие проектов. Кто хочет, приходит, обращается, мы помогаем, куда-то пытаемся принять, если не можем, на республиканском уровне, дальше на федеральный продвинуть. Нет такого, как бы, общего признанного, что чиновники сидят, ничего не делают, там, чьи гоняют. Работа, на самом деле, такая муторная, кропотливая, тяжелая, постоянно какие-то проблемы приходится решать. Но, тем не менее, сдвиг есть положительный. Рост, он очевиден, он виден. Просто, если хотите куда-то вклиниться, то, пожалуйста, мы всегда подтверждем, поможем.